Мой малыш, тигр, принц Франс. Патит! Ну чё ты орёшь? Ой, блин, мяу-мяу! Всем привет, мои дорогие друзья, меня зовут Юлия Великанова. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня очень интересное видео, как вы уже поняли из описания. Оно посвящено моему коту. Поэтому, если вы со мной, это значит, что вы очень любите кошек, так же, как люблю их я. И вот, познакомьтесь, мой малыш, который играет сейчас в микрофон, и походу дела не даст мне снять это видео нормально, Рокки. Мой малыш, тигр, принц Франс. Ну так, давайте ближе к делу. В этом видео я хочу рассказать вам о том, как подготовиться к приезду котёнка, собственно. Если вы уже решили взять котёнка себе домой, то это ответственный шаг. Вы и так, я думаю, в курсе. Я вам не буду читать нотации и рассказывать, насколько нужно быть ответственными. Никто на самом деле на 100% к этому не готов, и никто не ответственен. Хочу вам рассказать свою историю, почему всё-таки я решила взять котёнка. Я всю жизнь жила с котами, и у меня всегда были только мальчики. Это мой же четвёртый кот за всю мою жизнь. Первые два — это Баксик и Филька. А потом уже мне было 19 лет, и я купила себе британца. Прожив уже практически пять лет в Париже, мне очень, если честно, грустно иногда дома. Я понимаю, что мне очень не хватает кота. Причём не собаки, я не очень... Я не собачница. Не то, что я не люблю собак, да, они классные, всё такое. Но моя душа и сердце принадлежит только кошкам. Я как бы долго выбирала кота, и породу кота также выбирала долго. Хотелось какую-то новую породу, и я очень думала о этой породе. Эта порода очень интересная. Видите, у них такая кудрявая шёрстка. Мой муж эту породу не очень любит. Она ему не нравится, как выглядят эти кошки. Поэтому мы соклонились над породой, которая нравится обоим. И это Scottish Fall. То есть шотландская веслоухая. Идём, идём, я тебя покажу ещё раз. Итак, вот. Вот мой котик. Шотландский веслоухий Рокки. Он такой классный, он так вкусно пахнет. Блин, это невозможно. В общем, друзья, эта порода нравится нам обоим. Мы очень рады, что у нас появился котёнок. Сколько ему уже? У него день рождения 4 сентября. То есть 4 декабря ему будет только 3 месяца. А сегодня у нас какое число? 16 ноября. Соответственно, ему только 2,5 месяца. Он очень маленький. Он постоянно орёт, когда не спит. Кстати, классная идея была взять котёнка именно в период карантина. Потому что в первое время, конечно же, его не стоит оставлять одного. Он должен к вам привыкать. Поэтому вот я специально рассчитывала на то, чтобы его взять именно в период карантина, когда мы основную часть нашего времени проводим дома. И сейчас выходим погулять только когда он спит. Это так мило. В первую ночь мы не спали. Он орал, как резанный. Вторую ночь тоже. Я спала с ним вот здесь, на этом диване. Потому что он орал всю ночь. Я его пыталась убаюкивать. Вы знаете, как настоящий ребёнок. Проверка, чтобы подготовиться, быть родителями с этим котёнком. Если вы в Париже, вы ищете кота, тоже вот Scottish Fold, то я вам дам сайт питомника, заводчика, у которого мы брали котёнка. Там элитные кошки, мама и папа, они вообще очень смешные, заводчик, классный вообще мужик. И в общем, да, мужчина, представляете? Но он такой... Мужчина? Не, мужчина. Мужчина. Что, в первую очередь, вы должны купить для котёнка? Если у вас никогда не было кота, я думаю, это видео должно быть вам полезным. Ну, во-первых, это посуда. Она должна быть металлическая или керамическая. Ни в коем случае не пластиковая. По определённым причинам. Во-первых, пластик, ну, как вы знаете, очень плохо для нашей природы. Во-вторых, если вы собираетесь ему что-то подогревать в микроволновке, пластик тоже не подойдёт. И плюс металлическая и керамическая посуда дольше служат и будет вам служить всю кошачью жизнь. Также корм должен быть премиум-класса. У нас это роял-канина для котят. Но не обязательно должен быть роял-канин. Просто мы приобрели роял-канин. Таковы правила, что когда вы приносите котёнка домой, в первые 10 дней он должен есть ту же самую еду, которую ел у заводчика. Ну, то есть в своём первом доме. Если вы ему будете менять еду сразу же, то это будет большой стресс для его, так сказать, пищеварительной системы. И у него могут быть проблемы с пищеварением, понос и так далее. Мы ещё купили ему маленькие вот такие вот патте, это называется по-французски. Такая вкуснятинка. Но это ни в коем случае не должно быть основной пищей. Это должно быть как дополнение вкуснятинка на утро. Лоток. Он такой, знаете, а-ля современный. Следующее, что вы должны приобрести для котёнка, это игрушки. Я ему заказала целый набор игрушек на Амазоне. То есть здесь абсолютно разные игрушки. Целый пакет, там, кстати, ещё есть разные шарики. Это я, кстати, ему ещё не показывала. Вот он сейчас смотрит и офигевает. И, кстати, они дорого стоят. За такой огромнейший пакет с игрушками я дала 15 евро на Амазоне. Ещё вот такая штука входила в набор, типа, туннель. Входила в набор со всеми этими игрушками. Вот, и мне кажется, очень прикольная. Вот он её любит, играет с ней. Заводчик нам сказал обязательно приобрести вот такую расчёску, тоже на Амазоне. От бренда Grand Naturals у меня. Но вы можете, я думаю, купить другую. Но она должна выглядеть именно вот так. Я вам могу ссылку оставить внизу на эту расчёску. И даже на эти игрушки у меня всё сохранилось на Амазоне. Важная часть покупки — это ножницы, чтобы стричь ногти. Представляете? Я пока ещё ему не стригла, но ножницы я купила. Я попробую постричь через месяц. И посмотрим, как у меня это получится. Но заводчик показывал, как он это делает. Он постриг ему ногти прямо вот перед нашим приездом, чтобы его забрать. И пока только через месяц нужно будет стричь ногти. Две вещи, которые я купила неправильные. Это кровать, на которой он абсолютно не спит. Он предпочитает спать на диване вот здесь, на пледе. Тут ещё два белых пледа я их убрала. Или с нами на кровати. Ещё одна вещь, которую я неправильно купила. Надеюсь, вы не будете совершать таких ошибок. Это когтеточка в виде домика. Я её купила слишком маленькую. И поэтому он пока что дерёт свои когти где угодно, но не там. Но если честно, мне не жалко. Не то, чтобы у нас дома была какая-то дорогая мебель, или он пока не оставил вообще ни одного следа от своих ногтей. Поэтому я планирую приобрести ему более высокую когтеточку, которая выглядит вот так. Это именно та когтеточка, которая правильная, а не та, которая у нас. И в таком домике он не сидит. Он на самом деле пока очень зависит от нас. Всё время проводит с нами. И там, где мы, там и он. Он пока один абсолютно не проводит время. Сам собой только когда спит, и мы можем куда-нибудь уйти. Сумка, в которую вы будете переносить котика от заводчика домой, или если вы будете путешествовать с ним, также должна быть особенной, чтобы он её не открыл лапками, а замочек. У нас такая сумка тоже заказана с Амазона. Я оставлю на неё ссылку в описании, если вам нужно. И вот, собственно, и всё. Так что давайте подытожим тарелочки, лоток, наполнитель для лотка, корм, игрушки, расческа, ножницы и когтеточка. А кровать это по желанию. Ну вообще, кошки любят домики. В принципе, я купила неправильную кровать. Кровать должна быть закрыта, а я купила открытую кровать. В открытой кровати спят только собаки. Ну, если честно, я для своих прошлых котов никогда в жизни столько всего не покупала. Это сейчас я разошлась. На самом деле, это не must have. То есть, достаточно одной игрушки. То, что я вынесу для себя, это то, что нельзя экономить на питании. Потому что, если вы будете использовать какое-то низкого качества корм, то вот специалисты говорят, что это может привести к каким-то проблемам со здоровьем. И потом все деньги, которые вы сэкономили на корме, потратите на ветеринаров. И от низкокачественного корма кошки меньше живут. Вот и все, друзья. Надеюсь, вам понравилось это видео. И даже если у вас нет кота, или вы не планируете покупать кота в ближайшее время, просто, надеюсь, это видео доставило вам теплоту, наслаждение, удовольствие. Животные — это, конечно, большая радость. С вами была Юлия Великанова. Спасибо вам за просмотр. Целую. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok